здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня ввиду я михаил горин приближение к нашим границам российской военной эскадры вызвало в израиле легкое опасение что ситуация может сильно накалиться вот об этом мы поговорим с нашим зови из россии военным обозревателем новой газеты павлом фельгенгауэром здравствуйте павел здравствуйте ну если раньше когда началась сирийская военная кампании в ней стало активно и принял участие принимать россия отношение к этому было в израиле достаточно спокойная хотя и настороженная потому что все боялись что может что-нибудь случайно произойти и ну до войны дело не дает но до серьезного конфликта может но вот теперь когда российские военные корабли стали приближаться к сирии все это вызывает уже легкую ну я бы не сказал панику но настороженность я приведу цитату одно высказывание депутата израильского кнесета и аля бенри у вена он не просто депутат он в прошлом генерал заместитель командующего именно северным военным округом так вот он сказал по поводу передислокации российской эскадры в средиземноморье что это представляет реальную угрозу для безопасности израиля вы разделяете такую точку зрения ну в общем нет израиле нечего опасаться ну действительности даже хорошо что туда отправился петр великий и адмирал кузнецов потому что поскольку в средиземном море делать совершенно ничего это корабли построены под совсем другие задачи это значит что настоящие войны не будет то есть это принципе хорошо нет все опять-таки опасаются также как было допустим история с турецким самолетом сирии так далее что учитывая объявляю других сил других сил в регионе может произойти когда-то случайный конфликт какие-то стычки могут быть даже может быть они неизбежны между американскими и российскими военными но то что там говорю подправили туда вот именно эти корабельную группировку вторая великого и кузнецова они и нечего делать земном море случае подготовки реальной подготовки войны с америка один должен кузнецов находиться баренцевом море он вообще не предназначен для дальних походов петр великий тоже предназначен для дальних походов но это океаническое судно которое должно сначала прятаться потом попытаться нанести удар перехватить крупный войсковой конвой середине атлантики средиземном море ни тому ни другому делать нечего и принципе наносить удары по алеппу они не в состоянии тогда в чем подача кем они демонстрируют это демонстрация да причем демонстрация именно флота который доказывает кремлю что им надо продолжать давать деньги на перевооружение ну и не только кремлю но и генеральному штабу поскольку генеральный штаб возглавляет поливари валерий герасимов а это танковый генерал а танковые генералы в общем моряков не любят что моряков совершенно чудовищные запросы потому что их вооружение стоит дико дорого и а там считают что это просто перевод средств так что флот пытается доказать всем и путину и кремлю и руководству генштаба что они полезны и что они могут там показать америки волосатый кулак хотя смысла большого военного во всей этой диспозиции нету нет вопрос для кого это демонстрация она направлена на своего для остальных россиян или для запада в первую очередь направлена на то чтобы бороться за деньги главный враг не в сирии не в израиле там тем более и даже не вашингтоне главный враг здесь москве от министерства финансов которая говорит что больше 12 триллионов на программу перевооружения до двадцать пятого года у них нет а военные запрашивали сначала пятьдесят пять триллионов это почти триллион долларов потом уменьшили до двадцати двух мы сказали меньше никак не можем и есть были на публикации что шойгу орал на заседании в кремле нехорошими словами на министра финансов силанова который отказывался давать деньги принципе до первого июля должна быть решена вопрос вот с программой перевооружение и это главная цель надо наращивать то что деньги надо будет кого-то отнять у стариков у детей у женщин беременных то есть сокращать расходы на образование на медицину на социальные выплаты а это в конце концов просто опасно это может привести к социальным протестом значит нужны очень серьезные обоснования почему это нужно делать значит нужно противостояние с америка вплоть до возможных даже мелких стычек понятно скажите пожалуйста как специалист вы не могли бы прокомментировать ну достаточно скажем так саркастические а порой издевательские комментарии по поводу технического состояния вот этой российской эскадры которая к нам плывет ну говорю что кузнецов не предназначен для дальних походов тем более в теплые моря его построили совсем с другой целью он должен находиться вообще в варенцевом море и защищать своими истребителями район развертывания ядерных стратегических подводных лодок это его главная единственная задача у него на чисто и истребители к тому же старые у них там вроде есть четыре новых истребителя потому что принципы после этого похода кузнецов становится в ремонт там много лет его будут переделывать всерьез в том числе под новый вид самолета вместо су-27к он же су-33 будут миги 29к которые в принципе могут наносить удары по наземным цели и сейчас там даже вроде четыре таких самолеты в экспериментальном варианте есть на борту но с другой стороны у кузнецова нету катапульты и самолеты там взлетают с маленьким боезапасом и с небольшим количеством горючего потому что цель была совсем другая это авианосец который не назначен для нанесения ударов ни по морским не по наземным целям и морских целей у него есть кроватые ракеты гранит использовать их по наземным целям в общем бесполезно нету катапульты то есть там конечно там наверняка будет пиар что вот несколько самолетов или там пара вертолетов оттуда взлетели кого-то там серии бомбили существенно их оказать существенное влияние на развертывание борьбы в и вокруг алеппо это эскадра не сможет для всяком случае точно ничего серьезного сделать не смогут ни кузнецов не петр великий дали стоп на если там столкновение с америкой на петре великом на кузнецове довольно мощные системы пво есть но с америкой опять же сталкиваться никто я думаю не будет и опять же эти корабли должны были бы на случай реального предвоенной ситуации с америкой находиться не в среднеземном море один баренцевом море второй у патагонии затаившись готовится к самоубийственной атаке на перехват американской авианосной группы или крупного воинского конвоя в середине атлантики потому что это ядерная крейсер с ядерной установкой которую искать не ограничен время и дальность плавания то есть ограничен только тем сколько картошки и капусты загрузили на борт для экипажа павел последний вопрос касающиеся опять-таки наших палестин в израиле многие обозреватели как политические так и военные высказывают опасения что размещение россии комплексов с-300 с-400 в сирии может ограничить возможности израиля каким-то образом вмешиваться как предполагается это раньше делалось в тем в ситуацию в сирии когда именно израильской авиации приписывали скажем так различную ликвидацию военных обозов которые там перегоняли оружие хизбалле теоретически да хотя в общем реально прикрывают они только собственные базы там конечно вроде там сообщает что у них там далось 400 километров во-первых не очевидно что дальняя ракета уже бы готова этого были сообщения что на небо и готова но и в любом случае она может на 400 километров перехватывает только если самолет летит на высоте 14 километров и медленно реально перехватывать самолеты которые летят более низко и быстро то есть можно конечно но это где-то на расстояние сорок восемьдесят километров радиус то есть это не скажем район дамаска это не прикрывает конечно на но ведь там не только в наши новые системы про пво развернуты россия помогла осаду его военным более-менее вернуть к жизни сирийскую систему пво которая развалилась хоть гражданской войны там есть наши специалисты прислали запчасти как бы снова наладили вот сирийские системы пво которые были приведены в некоторую боеготовность российской помощи могут оказать могут быть использованы против израиля а россия сама по себе вряд ли спасибо павел еще раз большое спасибо за ваш комментарий до свидания до свидания напомню что с нами на связи из москвы был военный обозреватель новой газеты павел фельгенгауэр всего доброго